Всем привет! Недавно в своем предыдущем видео я рассказывал вам о таком приложении как Tasks. Список дел. Ребята в комментариях под видео порекомендовали мне такое приложение, которое называется AnyDo. Его вы сможете установить из маркета. Давайте взглянем на это приложение. Я очень благодарен, кстати, тем ребятам, кто мне его порекомендовал, потому что оно, на мой взгляд, выглядит гораздо интереснее, чем то самое приложение Tasks, которым я пользовался ранее. Также у него есть какие-то свои отличительные особенности. Сейчас я вам расскажу о них и покажу наглядно. Итак, нажав вот сюда вот в окно, вы сразу можете написать какую-то свою новую задачу. Вот таким образом. Нажимаете на стрелочку и она появляется у вас в списке. Если вы уже что-то выполнили, то свайп вправо зачеркнет ее и переместит вниз. Если вы хотите удалить ее с концами, нажимаете на крестик. Если вдруг задача какая-то, которую вы уже выполнили вновь, стала актуальной, свайп справа налево опять вернет ее в строй. Также здесь задействована такая особенность, если потрясти смартфон, он предложит очистить все ваши выполненные задачи. Также, как вы видите, можно создавать папки. Например, работа, личная, еще что-либо. Например, магазин. Если у вас, например, аккаунт один, например, с супругой, она может вам в папку магазин какие-то покупки выводить, и они автоматически будут появляться у вас. Так как приложение умеет синхронизироваться между девайсами. Также, естественно, оно может синхронизироваться с вашими Google задачами. Поэтому, если вдруг вы потеряете свой смартфон, это не значит, что вы лишитесь всех своих списков задач. Все останется на месте, только придется ввести ваш аккаунт. Давайте посмотрим, что есть в настройках. Кстати, кнопка здесь до того мелкая, что довольно сложно на нее нажимать. Здесь мы видим возможность добавлять новые папки. У меня уже есть вот личная и работа. Далее. Здесь имеется две темы оформления. Темная и светлая. Обе, в принципе, выглядят очень интересно. А здесь кнопка синхронизировать. Не знаю, зачем она нужна. В принципе, все работает и так. Только зайдешь в приложение, как уже какие-то новые задачи автоматически появятся на новом смартфоне. Сейчас я вам это продемонстрирую. Как вы видите, те заметки, которые я удалил, они исчезли. А то, что я добавил, TIS Dialog позвонить, то есть вернул ее и зачеркнуто она, опять же, стала актуальной на другом смартфоне. То есть добавляя заметки на одном своем девайсе, вы увидите его на всех остальных, где установлено это приложение и подключен этот аккаунт. Что далее? Подарок. Здесь вы можете, я так понял, подарить это приложение AnyDo. Каким образом подарить, не совсем понятно. Скорее всего, что вы можете поделиться информацией об этом приложении. Я сомневаюсь, что вам предложат купить для всех. Ну ладно, давайте попробуем, что это. Ну вот, как я и думал, это всего лишь информационное сообщение, которое расскажет вашему контакту о том, какое замечательное приложение это AnyDo и что его нужно установить. Что еще? Здесь вот мы видим микрофон, можем голосом говорить что-либо. Купить молока. Отлично работает. Нажали, добавили. Зачеркнули. Убралось. Что еще в настройках? Строка состояния. Если мы здесь включим, то все текущие задачи будут отображаться вот здесь вот. На вот таком вот виджете. Отсюда опять же можно добавлять новые задачи. Еще вот интересная особенность. Пропущенный звонок. Если позвонить на смартфон и сбросить. Сейчас вот я вам покажу это. То появится вот такое вот окно. Здесь вы сможете перезвонить сейчас. И позвонить позже. То есть создать задачу. Чтобы перезвонить. Например, через час или завтра. Или назначить время самому. Допустим, через час. Вот появилась вот такая вот задача. С кнопкой позвонить. Которая опять же можно будет задать вашу звонилку и осуществить прямой звонок. Вот таким образом это работает. Нажимаете на звонок и пошел перезвон. Что еще? Также в том окне можно было написать смс и так далее. Вот здесь включено или выключено. потрясти для того, чтобы стирать выполненные задачи. Здесь задаете первый день. Так как он в некоторых странах отличается. Здесь язык. Здесь все, что уже сделано. Есть кнопка удалить все это дело. Здесь выбираете звук уведомления. Ну и здесь я так понял можно делать какие-то резервные копии. Не совсем понятно для чего эти резервные копии нужны. Так как А, ну да. Можно же не подключать его к аккаунту Google а использовать самостоятельно. Тогда возможно вам потребуются какие-то резервные копии. Тут не совсем непонятно для чего это нужно. Таким вот образом можно менять сортировку по дате или по нужной папке. Ну вот в принципе и все. Вот такое вот отличное приложение для управления задачами. Еще раз благодарен тем ребятам, что мне его посоветовали. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч.